Мы знаем, что вы актеры. Мы знаем, что вы любите футбол. Расскажите, как вы совмещаете эти два серьезных дела? Мы с радостью совмещаем эти два серьезных дела, потому что в свободное отрепетительное время мы тренируемся и очень часто играем в футбол. В городе Санкт-Петербурге театральный футбол цветет просто полным цветом. Так, хорошо. А как часто вы ходите на футбол? Ходим от случая к случаю, потому что такая большая загруженность в театре, что ну вот сегодня половина нашей команды играет, а мы здесь смотрим. На сцене, да. На сцене, да. А мы здесь. Вот. А что происходит, когда вы играете на сцене, при этом «Зенит» играет свой матч? Случаются вот эти перебежки за сцену, чтобы посмотреть, какой счет? Я постоянно в телефоне смотрю перед выходом на сцену весь футбол. Бывало ли такое, что вы брали с собой телефон на сцену? Нет, я его откладывал всегда на полочку рядом перед сценой и бежал сразу на сцену. В годы, когда телефонов не было, в далекие годы, то артисты не чурались, посмотрев в красном уголке трансляцию, зайти на сцене, показать счет какой-то. Да, это бывало, да. Расскажите о том, как вам новый стадион. Он все-таки недавно появился в Петербурге и здесь начали играть. Ого, уже столько лет. Крутой, крутой, большой стадион. Очень комфортный, тепло здесь. И вообще интересно. Ну, я не знаю, новый газон. Все круто. Дело открылось за малым, чтобы нас радовал «Зенит» новыми победами, да. На таком стадионе, конечно, мне кажется, что грех плохо играть. Мы не можем у вас не спросить. Давайте представим, что «Зенит», про «Зенит» ставится постановка. Какие роли вы осмелились бы взять на себя? Кто кого бы сыграл? Вот вы кем бы были? Вы знаете, я, честно говоря, затруднюсь ответить на этот вопрос. Я думаю, что ответ очень простой, потому что каждый болельщик в душе тренер. Я думаю, что на тренингскую работу мы бы все пошли. Учитывая наш возраст и так далее. И каждый в душе и нападающий забивает все время, не промахивает. У нас же, да, у нас в стране, что грех оттает. У нас миллионы, да, все готовы сыграть и на сцене, и на футбольном поле. Но, правда, не у всех всегда получается. Вы сегодня здесь. Когда футболисты появятся в театре, вы готовы их пригласить на одну из своих? Ну, вы видите, дело в том, что дружба футбольного клуба «Зенит» с Большим Траматическим театром, она достаточно давняя. Потому что не секрет, что дружили Кирилл Юрьевич Лавров, наш знаменитый актер и преданнейший болельщик «Зенита» и сам футболист, да. И Юрий Андреевич Морозов, тренер того самого «Зенита», возрождавшегося, да. Поэтому в прежние годы футболисты «Зенита» приезжали, артисты БДТ приезжали к футболистам «Зенита» на базовую дельну и как бы их поднимали. Сейчас я боюсь, что это не совсем получится, потому что полкоманды у нас аргентинцы, которые боюсь, что русский язык будет не очень, русские шутки, может быть, не очень будут понятны. Но, тем не менее, мы с радостью, и мы с радостью, конечно, и будем, у нас два театра на любом спектакле, конечно. Это замечательная традиция, когда футбольный клуб, великий клуб дружит с великим, не побоюсь этого слова, театром.